Проблемы определения кадастровой стоимости в том или ином регионе возникают с завидной периодичностью, с такой, что даже дошли до президента. Именно инициатива Владимира Путина заставила Минэкономразвитие в короткие сроки подготовить и направить на рассмотрение в Госдуму законопроект, который призван данный вопрос разрешить. В ближайшем будущем мы полностью переходим к уплате налогов на земельные участки, на иное недвижимое имущество в процентах от кадастровой стоимости объектов. Если раньше это была некая такая инвентаризационная стоимость, опять индексированная со времен Советского Союза, и в десятки раз она отличалась в разных регионах, то сегодня кадастровая стоимость – это стоимость, приближенная к рыночной стоимости, и мы переходим к нормальной системе налогообложения. Но кто же будет назначать цену квадратных метров? В настоящее время заказчиками работ по определению кадастровой стоимости являются региональные власти или муниципалитеты, исполнителями – юридические лица, отобранные на конкурсной основе, а субъектами оценочной деятельности являются физические лица – оценщики. По этой причине цены даже в одном регионе могут существенно отличаться. Поэтому мы переходим к единой государственной кадастровой оценке. Оценивать будут государственные, бюджетные организации, и будет единая методика такой государственной оценки, утвержденной постановлением правительства. То есть мы вводим единые принципы оценки недвижимости. И вот этих вот скачков, когда рядом два дома, а стоимость их отличается в десятки раз, такой ситуации у нас безусловно не будет больше. Внесенный правительством законопроект депутаты в первом чтении уже поддержали. Однако к следующему рассмотрению он будет доработан. По мнению законодателей, ряд поправок еще требует дополнительного обсуждения. Максим Мельников, Марьяна Быстрова, КРТВ